Суммируем по всем делителям. Вы согласны, что это такая достаточно, ну, не то что абстрактная, а очень специфическая? Вас вдруг заинтересовали делители. А вообще-то в математике есть много чего, кроме делителей, правда? А, кстати, а вы никогда не задумывались, как выглядит множество делителей числа 120? Как дорисовать? Вот мы там вот строчку выписывали, мы как-то были молодцы. А, вот как-то попонять мне можно? Нет, нет, что вы. Нужно нарисовать простые делители и их пересечения. Простые делители, правильно. И их пересечения. Они даже не только простые. Не только простые. Еще раз, у числа 120, по-строму, для ясности. У числа 120 есть делитель равный единице. Так? Вы мне дальше говорите простые. Для чего подобного? У него есть еще делитель. Два. Четыре. Еще что? Восемь. А еще у него есть делитель три. Вспоминайте? Решетка делителей. А еще у него что есть? Делитель пять. Делитель пять. То есть ты можешь мне написать? Считается, что вы уже все поняли. Надо от каждого из этих чисел пойти... Ну, умножить... Каждый умножить на пять. Так? Замечательно. И какой здесь принцип? Вот вы выходите отсюда и идете в том направлении. И все время переходите от числа к числу, которое больше его в какое-то простое число раз задержано. А если сделали несколько, поняли, да? Да. И вот по этому множеству у вас как раз и определена та самая функция мебеса. Так? Так. Слушайте, теперь вопрос. А почему картинка только такая? Я хочу любую картинку. В смысле? Сейчас в сторону. Это любая картинка называется частично порядоченное множество. Или чум. Что такое чум? Да, мне нужен еще чум, в котором меньше или равно любого числа у вас будет только конечное число. Чум устроен очень просто. Есть точки. И при движении вверх вы переходите... И что-то вот такое. Не знаю, понятно или непонятно. У вас заданы какие-то стрелочки. Это движение по уменьшению. Строго говорят так. Мы говорим, что задано частично порядочное множество. Если для любых двух элементов выполнено следующее соотношение. Или они равны, это просто один и тот же элемент. Или х меньше у. Или это точно записывают, и это просто называется синоним, поэтому никакого смысла в этом нет. Их больше у. Понятно, да? Или вообще они несравнимы. Вот, скажем, если по массе, то любые два предмета сравнимы. Один из них больше у. А вот бывает, что несравнимы. Давайте, можете ли вы указать в жизни пример несравнимых каких-то величин? Хорошо-плохо. А? Хорошо-плохо. Нет, хорошо. Хорошо это хорошо, плохо это плохо. Это, как в случае, даже сравнимые. Окей. Ну, кубические метры и метры. Зачем? Не знаю, там. Тепло и было раньше. Согласитесь, да? Представьте себе, что вы предмет, считаете, что один предмет лучше другого, если он одновременно более теплый, и его сделали раньше. Понятно? А может быть так, что предметы по этому свойству несравнимы? Это запросто. Вот, знаете, если по принципу сделали раньше, любые два предмета сравнимы. Если по принципу более теплый, любые два предмета, можно считать, что температура есть, например, какая-то. А вот если одновременно, то не получится. Идея понятна? Типичный пример чума, это то самое с делимостью. Какое главное условие должно выполняться, чтобы мы говорили о частично-порядочном множестве? Условие транзитивности. А именно, если у вас А меньше, чем В, а В меньше, чем С, то в таком случае что? А меньше, чем С. Вот еще хороший пример, что считает, что множество. Нужно говорить, что один объект больше другого, если один объект нужно так повернуть, как-нибудь переместить, чтобы он расположился внутри другого. Вы понимаете, что не любой предмет можно запихать внутрь другого предмета? Ну, представьте себе, например, один предмет такой круглый, а другой по объему маленький, но очень длинный. Да? Но, если один можно запихать в другой, а тот можно запихать в третий, то этот, очевидно, можно запихать в третий. Согласны? Отлично. Так вот, сейчас мы с вами сделаем замечательное совершенно креще. Мы поймем, что формула Мёберуса великолепным образом работает для любого частичного порядочного множества. И вот это доказательство замечательным образом один к одному там будет. Единственная проблема, как же так оно будет один к одному, если, смотрите, если вот в этом месте мы пользовались свойствами деления. Помните? Там что-то М равно ХР, был такой. А для любого частичного порядочного множества ничего подобного не будет, правда? Но, сейчас мы с вами сделаем исследовательскую работу. Придумаем какое-нибудь частичное порядочное множество. Желайте мне слишком большое. Мы говорим, что вот этот больше этого, понимаете, да? А теперь смотрите, я их пронумерую. Я их пронумерую, только чтобы было понятно, что это не обязательно числа. Пусть это будут буквы. А, Б, С, Д. Сейчас быстро выписываем формулы, которые нам с вами выражают. Вот здесь уже функция плюсов будет не такая, а какая-то другая. Выражают функцию Ф через функцию Ж. Помните, что у нас в каждой точке есть какая-то функция Ж. Правильно? Так, 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 так. Ф от А это Ж. Ф от Б. Это, кстати, здесь очень легко, потому что у меня будет очень много вот таких вот равенств. В данном случае ничего такого сложного-то нет. Значит, Ф от С это... Ф от С это Ж от С. Пожалуйста, меня проверяйте. Ф от Д это Ж от Д. А нетривиальных равенств у нас, смотрите, сколько будет. Ф от Е это будет Ж от Е плюс Ж от А плюс Ж от Б. Согласны? Ф от Е плюс Ж от Е плюс Ж от Е. И еще Ф от И это то же самое. Это будет Ж от И, Ж от Б и Ж от С. Так, все все понимаете? И, наконец, что такое Ф от А? Вообще-то это сумма всех. Это Ж от А плюс Ж от Е, Ж от И, Ж от А, Ж от Б, Ж от С и Ж от Э. А вот сейчас надо совершить подпись. Надо быстро выписать все Ж-жки через Э. Пожалуйста, не ленитесь, реально напишите сами себе, потому что это прочувствовать надо. Ж от А это самое страшное. Это Ж от Ф. Это Ж от А, Ж от А, Ж минус Ф от... Минус Ф от Е, не подойдет. Минус Ф от Е. Минус Ф от И. Да. Плюс Ф от Е. Нет, и минус Ф от Д. Минус Ф от Д. Вы чувствуете, что это очень похоже на то, что мы уже делали, когда была делимость. А вот дальше читайте тяжелые вещи. Надо посмотреть букву А, куда она входила, куда не входила. Ф от Б она прибавляет. А? Ф от Б она прибавляет. Ну хорошо. И Б тоже самое. А. Ф от А. Надо все буквы теперь дальше проверять. Ф от А у нас выше, то есть через Ф от Е. И через Ф от Аш. И с ней все хорошо. Да. С буквой А все замечательно, с буквой Б она входила в А с плюсом, в Е и в Е, а здесь минус. Значит, надо прибавлять Ф от Б. Нет. Туда смотрите. Вы представляете, что у вас есть франшивание вот здесь написано. Ф от Аш. Ф от Е, Ф от Е. Но в Ф от Аш В входило. Ф от Е входило. В Ф от Е входило. Ф от Е входило. Да. Здесь было плюс, минус, минус. Значит, плюс Ф от Б еще надо писать. Да. Плюс Ф от Б. Намечательно. Ф от С у нас был плюс или минус. Все. На все порядке. Идеально. Как это написать не для нашего конкретного множества, а, ну так сказать, в общем случае, дано любое частично упорядоченное множество, только, понимаете, это локально конечное. То есть, в данном случае должно быть такое условие. Меньше любого числа, любого элемента, конечное число элементов. Понятно, да? Скажем, делителей у любого числа было конечное число. Вот. Ну, а у нас оно просто конечное, поэтому вообще проблем никаких. Каким образом задается Ф через Ж и каким образом, наоборот, задается, ну вот, да? Ж через Ф. Смотрите. Ф через Ж – это очень просто. Ф от любого элемента, да? Сумма. Сумма, Ж, взятая по всем Y не больше, чем X. Да. При этом не больше в смысле нашего частичного порядка суммы. Так. Пока все понятно? Да. Отлично. А это как записать? Ж, правильно? От Y – это есть сумма чего? Согласны? Замечательно. А теперь вспоминайте, как у нас было в случае обычной функции Мёбиуса. Умножить на функцию Мёбиуса от чего? Смотрите, она у нас там осталась. М делить на К. М делить на К. Делить один элемент чечнично-продательственного струна другого – это жутко. Вычитать тоже не получается. Мы с ним вообще ничего делать не можем. Поэтому пишут ню. Кстати, ню – то же самое. От чего? А ты говори без этого, ребята. Мёбиуса будет уже с двумя элементами. Идеи понятны или нет? Иногда пишут наоборот – от зета и иллифа. Тут вопрос, чего больше предприятия. Сначала описать большой, потом маленький. Или сначала описать маленький, потом большой. Надо определиться, принять какое-нибудь одно решение. Давайте так. Объясняю, почему я так пишу. Потому что там было у девять назад. Мысль на просто знак деления превратился в запятую. Понятно или непонятно? А теперь очень важный вопрос. Слушайте, а каким свойством обладает функция Мёбиуса? Там это у нас было конкретно через простые числа выписано. Помните основная вещь, которую мы знали про функцию Мёбиуса? Сумма значений функции Мёбиуса была такая? Да. Чему это должна была равняться? Ну, если функция Мёбиуса была от всех делителей числа больше единицы. Да. А здесь что будет соответствующее? Ну, тоже. Потому что это как то же самое только с другим. А как? Что это? Что это будет такое? Это сумма функции Мёбиуса. А я предлагаю пойти на неё. Ребята, уж если вы сегодня исследуем этот вопрос, а давайте не бояться. А давайте мы нарисуем таблицу размером 7 на 7. Я ничего не боюсь. Я сейчас возьму. Единственное, где? Единственный интересный вопрос, где её буду рисовать? Придётся здесь, потому что, иначе... Собственно, впервые всерьёз у меня размер доски вмешалось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я нарисовал 7? Да. А, б, ц, д... Е, и, аж... Так вот, родимые! Все видят, что здесь. И, и, е, е, д, д. Видите? Поэтому, разумеется, на диагонали я напишу единицу, на диагонали от меня будет единица. Дальше, давайте договоримся, что у меня по этому направлению будут написаны то, что там называется Y или Z. Давайте Y. По этому направлению у меня написано Y. А вот по этому направлению у меня написано Z. Идея понятна? И вот сейчас, смотрите, функция Мёбиуса, от каких вообще может быть? Она может быть только в случае, когда, смотрите, Z меньше или равен никаких. Значит, я сейчас поставлю точки везде, где это имеет смысл ставить. Так, под Бшкой у нас кто-нибудь есть? Нет у него никого. Нет никого под Бшкой. Поэтому, на самом деле, я здесь везде ставлю крестики. Под Бшкой или нет? Так, под Ашки кто-нибудь есть? Нет. Здесь то же самое. Просто эти значения вообще не определены. Они у нас никогда не встретятся. Кстати, и под С ничего нет. Заметьте, пожалуйста, функция Мёбиуса, она не так уж и часто определена. И под Д ничего нет. Замечательно. Так, а под Е кто? А и Б. Отлично. Значит, вот здесь вот есть непонятно, какое значение, и здесь непонятно, какое значение. Под И. Так, и всё остальное крестики. Под И у нас Б и С. Вот здесь надо поставить значения, а все остальные крестики. Так. И, наконец, под Аш, под Аш у нас абсолютно все. И сейчас вы можете убирать каждый раз мою точку и писать то-то значение функции Мёбиуса. Обобщенный? Конечно. Просто, ребята, я пытаюсь вам максимально понятно объяснить, что такое обобщенная функция Мёбиуса. Мне кажется, что я это сумел сделать. Сумел? Ну, вы смотрите, как на формулу ту сторону. Вот и всё. Решите. Минус, минус. А просто минус? Ну, минус один лучше, потому что, вообще-то, нам поможет применять разные значения. Да, минус один, минус один. Отлично. Всё, один столбец за пол. И следующий? А, тоже минус один, минус один. Так. Подопонимаете? Или нет? Там ещё минус один, минус один. Отлично. Ну, и дальше самое тяжёлое. Ну, вот так пишите, ноль. Заметьте, есть где она не определена, а есть где она к нам другу. Вот в этих местах она к нам другу. Отлично. Отлично. Ну, что, господа, вы согласны, что по любому частично порядочному множеству такая таблица очевидно в обысках возникает? Почему она возникает? А потому что вот этот процесс, который мы здесь делаем с выписыванием этих формул, всегда можно сделать. Просто мы идём и разбираемся, и смотрим, что взять, что не взять. Понимаете, да? И, кстати, заметьте, функция любвица, она всегда целая. То есть никаких там дробанных значений у неё не бывает. В ноле она, пожалуйста, может быть, а вот отрицательной, может быть, положительной, может быть, а вот дробной никак не может быть. Замечательно. А теперь вопрос. Можем ли мы как-то понятно сказать, каким свойством обладает функция любвица? То, что её можно, вот таким образом решив, создать такую таблицу, да, конечно. Но, может быть, есть какое-то свойство, как-то можно понятно сказать, что же такое функция любвица? Это очень понятно, что можно. Или нельзя? Я хочу условия, которые однозначно определяют функцию любвица. Не просто какое-то свойство, а условия, которые, вот, если функция обладает этим свойством, то однозначно, ну, на самом деле, одно условие можно сказать. Функция мёбиуса от элемента и его самого – это единица. Помните? Это безусловно. Функция мёбиуса от y, y – это, конечно, единица. Вопрос. А откуда же взять ещё что-нибудь? Ребята, а давайте мы вспомним рассуждение, которое мы доказывали в формуле обращения мёбиуса. Вот, а вы его помните? Или нет? Оно-ка же было ужасное. Тяжёлые, суммы какие-то, да? Но, если пройти этот путь второй раз, может быть, будет легче. Согласны? Надо просто повторить этот путь. Смотрите, в чём отличие? Здесь были делимости, а мы сейчас будем говорить, что? Вместо делимости, что мы будем говорить? Меньше или равно, правильно? Меньше или равно. Вспоминайте, пожалуйста, определение для функции f через g у нас есть? Раньше было x делится на y, так? А сейчас меньше или равно в смысле нашего численно-порядочного множества, так? Так, замечательно. Так, значит, это фактически мы знаем, что мы хотим, чтобы была верна формула вот такая, правильно? Что мы сейчас должны сделать фактически? Мы должны вместо f, вот это вот сюда, подставить вот это. И у нас с вами, честное слово, всё получится. Разве нет? И в какой-то момент у нас возникнет какое-то свойство функции вероинтуса. Я должен переписать эту форму. Это не страшно, чтобы это было перспросило. Нет, не g от y, неизвестно. Ведь пишут, хотим такого вероинтского, да? Я пишу, равно, в смысле, хотим, чтобы было равно, да? Хотим, чтобы было равно. Чему? Сумма я переписываю. z меньше или равно y я переписываю. Вместо f я должен написать вот такую сумму, правильно? Да, отлично. При этом сумма... Ну, давай так я уже скажу. Сумма... Что берем? Мы берем g от какого-то элемента... Не знаю, как его обозначить. Можно t. Какой-то элемент, который меньше или равен z. Отлично. И умножить от кутина, мюс, мю, от чего? От y и z. Вот этого вы хотите. Вот так. Осталось чуть-чуть. Понятно или непонятно это? Сейчас. Точно понятно? Сравнивайте то, что было. Мы просто вместо f написали ему определение. Вы хотите, чтобы вот эта сумма равнялась g от y. А для этого что нужно? Нужно, чтобы все g-шки, как уничтожались, исчезали, а осталось бы только g от y. Правильно? Как мы в прошлый раз делали. Ровно так же надо счастье делать. Давайте уже поясаем. Можете? Мы им написали там равно. Сумма. А вот теперь вопрос сумма берется почему. У-у-у-у. Думаю, чего? Вы что? Во-первых, знак равно надо написать. Чем отличается сумма от корюшеки друг друга? Строго горизонтальные и верхние и нижние. Итак, сумма взятая почему? Взятая, конечно, по t. Потому что тогда мы выбирали, если t меньше или равно z, z меньше или равно y. Помните, там было с делимостью так же? Тогда допустим, t меньше или равно y. g от t. А теперь нам нужны все мюшки. Здесь сумма. Это сумма. Да-да-да. Вот, перестантально не так. Мед, y, z. И куда не денешься. Это обеззменило. Мед, y, z. Да. А вот там надо переписать. Извините. t меньше или равно z, меньше или равно y. Прямо так писать. t меньше или равно z. Не-не-не, меньше или равно y. Меньше или равно y. И сколько туда писем? Вот. И тебе надо дойти. Ребята, чем замечательна абстрактная математика? Что дальше? В случае той функции мюнгруса надо было что-то такое говорить. А сейчас мы просто говорим. Хочу, чтобы вот эта сумма была равна нулю, если t строго меньше y. А ню от y, y, чтобы равнялась единице. И если это будет так, я хочу мюнг от y, y, для ню у, разумеется, чтобы это была единица. Понимаете, для чего? Если t равно y, тогда здесь будет только z равно то же и. И будет мюнг от y, y, и это будет единица, и это будет то самое же от y. И кроме этого, хочу, чтобы вот такая сумма, мюнг от y, z, равнялась бы нулю, если t строго меньше, чем y. Ребята, а вы понимаете, что на самом деле это условие вообще-то задаёт функцию мюнгру? И это та самая главная лемма про функцию мюнгру примера, которую мы доказывали. Помните, там даже несколько способов я объяснял. 1-1, он уже на 1-1, помните, такой был? Вот. А теперь давайте поймём, а почему, собственно говоря, это равенство действительно задаёт. А вот смотрите, я его сейчас запишу чуть-чуть в другом виде. Значит, смотрите, если у меня сумма каких-то чисел равна нулю, тогда я могу взять, а минус равняется минус сумма, интересно, какая сумма, t меньше, чем z, меньше или равно, чем y, мюнг от y и z. Вот. Ребята, ну, не разумеется. Мюнг от y и y – это инфидиция. Мы получили определение функции мюнгруса. У нас были всякие там делимости. И когда делимость функции мюнгруса выписывалась в явном виде. Так? А сейчас у нас любое числичное порядочное множество. Ну, любое, оно может быть устроено крайне замысловато. Крайне странным образом. Понимаете? А если оно устроено странным образом, то понятно, что написать явную формулу вряд ли возможно. Но совсем нет. И поэтому что приходится брать за определение функций мюнгруса? А вот это самое искусство. Что у нас должно получиться. А что значит у нас должно получиться? Должна уходяться вот такая форму. Правильно? А теперь в этой формуле одно из слагаемых, а именно мюнг от y и т, мы оставляем в одной части, а все другие отправляем в другую. Тут что очень важно. У нас z, что называется, ближе к y. То есть это такое определение продукции функций мюнгруса. Мы знаем мюнг от y к y единице. И после этого применяем вот эту формулу к всем, которые строго на один этаж ниже, чем к всем на один этажах. Потом еще на один этаж. И так до конца спускаемся, и функция мюнгруса вычисляется. Продолжение следует...